МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рейтинг опубликован уже в номере бизнес-новостей в Кирове от 29 января. Ну а прямо сейчас онлайн с этими результатами вы можете ознакомиться, в первую очередь, на портале bnkirov.ru, в наших телеграм-каналах нашей группы компаний. Так что, пожалуйста, заходите, смотрите. Очень много номинаций. Чиновник года, депутат года, бизнесмен года, лидеры малого-среднего бизнеса, общественные организации, частные медицинские центры. Вот мы еще об этом не успели поговорить. Как раз, да, вот совершенно новая номинация. Мне кажется, раньше не было явности. Давайте перейдем. Вот я имею в виду частные медицинские организации. Да, потому что мы... Итак, частные медицинские организации. Почему в этом году именно такое голосование вы устроили? Ну, потому что у нас этот рынок в Кирове достаточно сильно развит. Очень много появляется новых организаций именно в сфере частного бизнеса. И мы решили попробовать такую номинацию, потому что раньше... Причем призыву купить их к чему-то другому нельзя, да? Вот они как-то... У них совершенно особый бизнес, да. Особый бизнес. Как бы он такой полубизнес, да. То есть медицина вроде бы, а с другой стороны и бизнес. Интересная, конечно, штучка. Раньше мы поддерживали и государственные медицинские учреждения в разных формах. Сейчас вот решили именно частные медицинские организации. И причем обратите внимание, что у нас голосование как экспертно и народно, анкеты были разными. Потому что в частных медицинских организациях мы... Исключительно людям, простым рядовым жителям, да. Жителям проще понять по названию. За название, да. Поэтому мы и в анкете вписывали сначала название, а потом в скобочках руководители. Голосов, я смотрю, почти 8 тысяч в народном голосовании за передовые частные медицинские организации. А вот эта штука, которая всех касается, наверное, поэтому так активно участвуют, да? То есть куда-либо, кто-либо, когда-либо обращался. Но это не та номинация, где больше всего, да? Нет, потому что номинация новая, и тем не менее, вот так активно за нее проголосовали. И название не все известны, но хотя... Да, всего здесь в рейтинг включены полтора десятка компаний частных медицинских центров. На первом месте группа компании Light. Второе место сеть медцентров Севермет. И на третьем месте медицинский центр за рождение. Это в народном голосовании. Тройка лидеров, да, в народном голосовании, а в экспертном уже персоналии. А Никитина Янгблюд, Сусанна, как бы это просто человек, на самом деле, реально очень известный, мне кажется. Даже если бы там не писать, что она основатель там Севермеда, да, то все равно бы все бы понимали, о ком речь идет. Михаил Зыкин, это группа компании Light. И Павел Ануфриев, санаторий Avitec. Это, ну, мне кажется, тоже человек просто сам по себе очень известный. Уже отзывы какие-то есть от упомянутых руководителей? Пишут в соцсетях, созванивались или нет пока еще? Пока еще переваривают. В соцсетях я пока не успела все отследить. Ну, кто-то звонил, спрашивал, а почему мы не попали в число номинантных? То есть мы объясняли, как анкеты формируются. Да, есть отзыв даже, ну, больше, а как, ну, почему мы не попали? Я не могу объяснить, почему не назвали эксперта, потому что огромное количество таких организаций. У данной номинации, у данных номинаций, вернее, да, видимо, хорошие перспективы, и в следующем рейтинге они обязательно тоже будут присутствовать, да? Ну, мы пока не думали, скорее всего, да, мы подумали, а может быть, иначе как-то подадим эту номинацию, иначе голосование проведем. Пока не обсуждали. Ну, это все-таки первый раз, так что ничего удивительно. Ну, это тема волнот всех. Пока вы говорили перериснул страничку, я сильно удивился. Я вижу финансист года. Это мы к следующей номинации переходим, да? Да, и вижу на первом месте Маковееву Ларису, министра финансов. По-моему, это впервые за всю историю. Это впервые за всю историю. У нас всегда банкиры были, дядьки. Да, всегда лидировали банкиры. Я крайне рад. Ну, понятно, что очень много по различным финансовым рейтингам Кировской области, там, в числе лидеров, очень много было принято управленческих решений в этой сфере, с бюджетом, достаточно много решений принято. И Лариса Маковеева, она очень открытая, по мнению журналистов, это один из самых открытых чиновников, именно министра. Представители власти, да? Да, она везде, и на депутатских комиссиях выступает, она всегда приходит сама, не стесняться, говорит все, как есть. Говорит все, как есть, да. Банкиры-то в номинации присутствуют, они заняли свои места. И как бы понятно, что здесь Илья Прозоров, там, Банк Хлынов, и Артем Пищик, это Сбербанк наш, да? И Владимир Скобелкин, который вот сейчас уже стал директор центра «Мой бизнес», а был тоже, ведь у нас это, как же у него банк? Дор Трансбан. Дор Трансбан, да, абсолютно верно. То есть и Юрий Лаптев не очень далеко ушел от Троиги до Руды. Руководитель контроля на счетной палаты Кировской области, да? Думая все лица, но, я говорю, очень приятно, что вот, очень приятно, мне не знаю, может, просто как мужчине, что женское лицо во главе этого списка, и тем более совершенно заслуженно. Ну, а для главного налоговика области, Дениса Смехова, ну, уже бывшего налоговика, да, главного, это такое вот пятое место, пятая позиция, такой прощальный результат, да? Прощальный результат, да. О, и Азий Сагаев здесь тоже. Да, я руководитель. Да, тоже сейчас вот активно, да, вот он активно очень занимается экономическим советом по губернатору, поэтому тоже очень хорошо. Возрожденном. Скорее всего, это тоже одна из причин, почему. Да, то есть он, как бы, я очень рад, что он возвращается, как бы, вот в активную жизнь. Интересно. Ну, и народное голосование было за финансовые организации, где непосредственно сами компании, да, у нас первое место публичное акционерное общество Сбербанк, на втором месте Минфин региональный наши, на третьем Маука Бехлынов. Ну, и добавить, если добавить четвертый мой бизнес, то те же, в общем-то, топ-4, там и там немножко разница в местах только. Ну, мы также здесь, в народном голосовании, в анкетах сначала название организации, потому что, предположим, руководитель, председатель управления банка не знает. Понятно, понятно, люди знают название банков, многие вообще не знают, кто там руководитель. Мы также по этому принципу пошли. Вот очень интересно получилось. Хорошо, далее перелистываем, и, оказывается, мы, да, очень хотим особо отметить район. Ой, а это бизнес в районах, да, вот я как раз открыл. Давайте к районам перейдем. Это ведь тоже новинка? Это новое, да. Это мы хотели попробовать в прошлом году, не успели, потому что не продуман был механизм. В этом году решили, потому что всегда очень хотели информационно поддержать предпринимателей, предприятия, которые работают в районах Кировской области. Когда нам эксперты первого пула вписывают фамилии из районов, там не так много представителей. Вот я всегда лично, вот я из-за этого очень переживала и думала, как ребят из наших муниципальных образований каким-то образом поддержать. Поэтому через Ассоциацию муниципальных образований направили письмо с просьбой, ограничили количество тех, кого нам впишут, руководители муниципалитетов, тремя. Попробовали пока с трех компаний или организаций. А Смичинский район только двух послал. Зато сегодня звонили из одного района и просили еще очень поставить четвертого, потому что кто-то только индивидуальных предпринимателей обозначил, кто-то компании, крупные организации обозначил. По какому принципу, я немножко недопонял, там по объемам налоговых отчислений, не знаю. Скорее всего, просто по роли в районе, по социальной активности. Социальная активность, то есть помощь, социальная активность, участие в всевозможных проектах, программах. Самые активные и инициативные предприниматели, социально ответственные. Вот примерно так был сформулирован запрос. Но вот в следующем году, я думаю, мы точно продолжим эту рубрику. И там уже более четко сформулирован запрос, может быть, по объемам налогов, налогов по отчислению в бюджет. Может быть, именно сегментирован только по индивидуальным предпринимателям, продуман. Ну, тут, да, глядя на список районов, уже понимаешь, да, что в тройку лидеров вошли системообразующие предприятия для каждого из муниципальных образований. В Кикнурском районе, это понятно, что это известный завод, да, Мутнинский район, это ОМЗ, Мутнинский металлургерский завод. Конечно, Алузский район, Хольцхаус, опять же, наш хорошо знакомый. Кикнурский район, кстати, Кикнурское райпо, а, торговля. А райпо не только в Кикнурском районе. А, не только, да, еще есть, да. Интересно очень, я вот сейчас смотрю, я думаю, что это просто очень хорошая, полезная вещь, чтобы понимать, где и кто у нас работает. И у нас не сразу, видимо, не до всех пришло письмо, вот это первоначально, нам уже нужно сдавать рейтинг. У нас нет, не вся информация есть, поэтому мы просто обратились в Министерство информационной политики. За помощью. Да, за помощью, и очень оперативно большинство, ну, практически все районы отреагировали. Кто-то еще после выхода рейтинга. Ну, здесь все районы, да? Нет, здесь не все районы, но большинство, да, большинство подавляющее, просто так ведь не сосчитаешь. Может быть, ну, может быть, кто-то говорит, что мы, мы, зачем это предпринимателям? Я объясняю, ну, был такой разговор один, потому что давайте поддержим таким образом. Хотя бы так, да. Давайте расскажем о них, давайте дадим знать, что они есть, что они работают, да, и занимают. Переживали, что вдруг нужна какая-то личная информация, контактные данные, потому что, я говорю, нет, мы не будем публиковать ни контактные данные, ничего, мы просто обозначаем. У нас, кстати, на сайте здесь в печатной версии у нас только название предприятий или компаний, или предпринимателей, а на сайте у нас опубликованы и руководители. То есть там более расширенная версия. Ну, там просто здесь ограничена площадь или полосы газетной. Давайте к следующим еще, да, номинантам перейдем. Тоже народные, да, народное направление деятельности, бизнес социально ответственный, социально значимый. Это гостиночный, ресторанный и продовольствие, да, продовольствие. То, что мы покупаем, то, что на наших столах присутствует, тоже впервые в рейтинг. Мы трансформировали гостиничный, ресторанный бизнес. Раньше у нас была, по-моему, сфера общественного питания. Лидеры общепита, вот так называлось. Сейчас мы расширили это направление. Первоначально вообще хотели назвать Хорикан. Думаю, не всем понятно это название. И это более широкое направление. Ограничили гостиницы, рестораны. Вот народное голосование, там почти 12 тысяч голосов. Это самый высокий результат, нет? Не самый высокий. И, по-моему, мужчины, малый и средний бизнес, там было, если не ошибаюсь, более 16 тысяч голосов. Ну, давайте. Здесь, да, конечно, за эти сферы голосовали очень активно. Давайте назовем лидеров. В экспертном рейтинге тройка главных выглядит так. Ресторан «Царское село» первое место. И на втором и на третьем, соответственно, местах рестораны «Академия кавказской кухни» и «Воснецов». Ага, а в народном голосовании, так скажем, более бюджетный отдых, да? Более бюджетный. Тройка более бюджетная. Там и Базлс, там и Кофелайк тоже, извини, такая бюджетная сфера. Да, и «Царское село». Ну, Сулугуни рядышком. Ну, видимо, люди могут иногда себе позволить там не кофе, не роллы заказать, а сходить. Ну, да, ты хорошо подметил, да, конечно, вот эту разницу международным голосованием таким вот экспертным. Пошутила здесь одна наша читательница, говорит, сейчас понятно, куда ходят эксперты и куда ходят люди. Ну, в общем-то, наверное, так примерно оно и есть. Но интересные очень списки, я думаю, да, вот сравнить очень интересно. В народном донаре, KFC. Да, то, что мы идем по городу, видим, можем забежать, быстренько что-то такое перекусить, что-то захватить с собой. Ну, и продовольствие, только народное голосование, где было 33 номинанта. Это наши бренды, да, продовольственные? Тут почти 17 тысяч голосов. А, ну вот, да. Да, 17 тысяч голосов. Потому что бренды это... Ну, и это уже, да, это касается каждого холодильника. Да, первое место. Здесь первое место у КМК, бренд «Вятушка». Вятушка. Мне кажется, абсолютно вот, ну, я бы вот составляю так, что я поставил их на первое место. И там достаточно с большим отрывом. Да, раскрученный очень бренд, не только в Кирове, но и за его пределами. Кировский хладокомбинат, мороженка, пингвинчик нарисован. Серебро. Так, серебро, бронза у Дороничей, недалеко от них здраво. Ой, Богородское село тоже очень рад, что здесь. Да, да. Вот, и уржумский продукт. Квас. Квас. Вожголы, Принта, Налинская кондитерская фабрика, Вятская дымка, Целебная радуга, Чудо хлеб, Звениговский, Вятич, Заречи, все вот это присутствует. А Звениговский, он вроде сосед наш, он из Мариэл. Звениговские соседи, да, но у них развитая сеть магазинов, да, и не только в областном центре, но и в районах, конечно, в области, да. Очень интересно. Вот мы по этой номинации в следующий год продумаем, как ее сделать более шире. Потому что, ну, вот 33 номинанта у нас 333, это как минимум. Ну, нет, ну, картинка-то вполне полноценная с точки зрения потребителей. Молоко есть, есть, хлеб есть, есть. Мясо есть. Мясо есть. Уржумский продукт есть. Квас. Напитки есть, да. Мороженое есть на десерт, так что вполне можно себе жить, да. И еще одна важная номинация, вот мы с нее будем переходить к нашей следующей теме, да, программы «Дневной разворот». Пообщаемся с представителями... Общественных проектов и организаций. Да, которые попали. Кстати, в этом рейтинге есть. Который попал, да, в этот рейтинг, называется номинация «Общественные проекты и организации». Здесь экспертная не проводилась. Нет, это здесь тоже только народное. Только народное голосование. Из чего исходили, включая в список номинаций, именно эту? Или она была? Она была. Она была. Да, она была, эта номинация. Мы сюда дополнительно... У людей, которые непосредственно работают с общественными организациями, также запрашивали данные. Здесь есть несколько победителей грантового конкурса. Нынешнего грантового конкурса, да? Нынешнего, да. Вот это первые волны президентских грантов, итоги, которые были сразу после новогодних каникул сообщены. Да. Тут без мест? Или тут все-таки распределены они по количеству голосов, отданных за них? Ну, здесь они распределены по количеству голосов. Я думаю, что даже это неправильно мы сделали, потому что, ну, каждая общественная организация просто за то, что она существует... Ну, она уникальна безусловно. Она уже первое место. И здесь не было голосований именно за руководителей. То есть мы не руководители, потому что общественная организация — это огромное количество людей, которые так или иначе задействованы. Поэтому мы название организации... То есть в первую очередь за бренд, да? Бренд. Ну, тем более, вот я смотрю, я первую колоночку посмотрел, пока все бренды известны совершенно. Даже вот без исключения. Ну, давайте озвучим, да. Поисковый отряд «Лиза Алерт» на первом месте. Я думаю, все знают, что это за организация. Вообще сейчас все знают. «Дорогу и добра» общественная организация «Родители и детей инвалидов», я думаю, тоже очень хорошо известна. Они активно очень работают, активно очень в информационной сфере выпускают там сюжеты. Даже газету вон выпустили в этом году. Вот. Эко-центр «Вятка без мусора» — экологическое направление. Экологическое направление. Растельный сбор отходов и так далее. Ну, просто сейчас попало, вы вышли, да, немножко в сложную для них ситуацию. Но, я думаю, все разрешится прекрасно. «Дарить добро» представлять не надо. «Пешком по Вятке», по-моему, раньше у вас побеждало даже как-то в таких вопросах, да. «Пешком по Вятке» от проекта Антона Касанова. Благодарительный фонд за «Вятку». Это логично. Абсолютно логично. Логично, да, в первой десятке. Как и Кимора, ну, это такая веселушка, которая нам весь город так превратила в квест. Ну, и на весь город ее знают. Да, да, совершенно что. Они очень хорошо известны. Большое гнездо, открою тайну, которое у нас появится здесь, загнездится буквально, да. Которые будут перенимать эстафету у нас от Анастасии, да. Они просто, я не знаю, так, с таким интересом читаешь вот эти их истории про их там селезней, там, лебедей. Это так все интересно. Они такие молодцы просто, знаешь, вот. И они тоже, по-моему, грант получили. Ну, ладно, потом поговорим. Получили, получили, да, в размере почти пяти миллионов рублей, да. То есть я говорю, что здесь вот что не организация, там, то вот каждая уже хорошо легендировалась, в городе давно существует, ее знают. Они активны, они себя продвигают очень хорошо, думаю, здесь вот вопросов просто нет. Ну, и замыкают первую десятку рукопомощи 43, Центр помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И Хлыновская застава тоже довольно известный. Клуб исторической реконструкции, и очень так это красиво известная, то есть они молодцы, ребята. Ну, очень немало и вообще новых названий, которых не было. По-моему, ни Валяшкин, Саморазвитие не было, Вместе не страшный проект, Вятские сказки, Крятка без барьеров. Ну, что-то появляется, да, но я просто посмотрел это первое. А хотя здесь много известных, да. Мы-то тоже радуемся, потому что мы их в публичное пространство вносим, потому что люди живут так же, как бренды. А поскольку голосовали ведь не только жители Кировской области, то есть вот эти вот бренды мы вносим за пределы региона, мы их знакомим всех. Конечно, да, это очень важная ответственная роль, да, хотя бы люди на одной странице, да, увидят такое количество уникальных идей, уникальных проектов, компаний, и узнают об их роли, об их деятельности непосредственно. Их еще намного больше, этих проектов, мы понимаем, вот здесь включено, ну, 46 у нас, звоняток, вот так же. А у нас тоже есть общественный проект, всегда открытый, я всегда говорю, что редакция всегда на связи, давай не расскажем. И опять же, опять же хочу добавить радостно, что есть немская керамика возрождения, есть блокчейн сады белой холуницы, то есть снова за границей областного центра, всегда приятно, когда этот выход есть, как бы все-таки масштаб такой областной, это очень хорошо, мне кажется. Ну и уже, видимо, подводя итоги нашей сегодняшней беседой с Анастасией Беловой, главным редактором газеты «Бизнес новости» в Кирове и сайта bnkirov.ru, ощущение, Настя, от проделанной работы в целом присутствует чувство удовлетворения. — Чувство глубочайшего удовлетворения, да, присутствует, или еще просто не поняла. — Совсем еще не поняла, но, в принципе, я сегодня проснулась достаточно спокойно. — Ну, согласитесь, большая, прям уникальная работа, конечно, проделана для того, чтобы все это саккумулировать в одном номере. — К нам огромное количество различных ассоциаций, вот просто огромное количество людей в Кирове нам помогали делать этот рейтинг. Я бы готова всех перечислить, может быть, пропишу. — Такой же точно придется еще сделать, а не выпуска, да. — В общем, на полном серьезе мы действительно гордимся той огромной работой, которую проделала ты и твои коллеги непосредственно по изданию вашей команды. Уникально и удивительно, так что больших успехов вам и до встречи. У нас, конечно, будут новые темы еще в течение года, которые будем обсуждать. — Я думаю, вы в повещении Инмедиа встретитесь еще не раз. — Да, но очень надеюсь, что люди и бренды по итогам 2023 года мы тоже будем обсуждать с таким же интересом и большой радостью. — И, может быть, они будут новые. — Да, безусловно. — Настя, спасибо большое, спасибо, что нашла время. — Спасибо. — А у нас такая смена королы сейчас будет происходить. — А мы сейчас будем приглашать как раз. — Настя будет тихонечко уходить, а наши гости будут тихонечко заходить. — Это представители как раз Большого гнезда Центра реабилитации диких животных. — Одно из тех общественных организаций, которые попали в топ-10 рейтинга, о котором мы говорили. Это Гузель Зарипова, это руководитель Центра Большое гнездо. — Пожалуйста, поближе к микрофонам. — Гузель, добрый день. — Здравствуйте. — Добрый день, спасибо, что пришли к нам. — И Андрей Нохрин, участник проекта «Волонтер». Андрей, добрый день. — Ну, мы понимаем, что трудно было, наверное, отвлечься от родных пенатов. — На кого оставили питомцев? — Да, оставлять приходится. Понятно, что ваше сердце, душа постоянно с питомцами. Все мы прекрасно знаем уже новости. Итоги первого конкурса президентских грантов в этом году подведены. Вы в числе получателя этого гранта в размере почти 5 миллионов рублей, да, федеральные деньги. Ну, плюс еще свое софинансирование еще будет, да. Уже много статей, больших и маленьких, появилось в кировских СМИ за последние дни. И там упомянуты ваши самые такие яркие крупные сражения за жизнь животных, там, и лебедей, и непернатые, и так далее. Давайте начнем с того, чем сейчас живет Центр, насколько вот эта грантовая поддержка вдохнет новые силы в ваше существование. — Ну, наш проект на самом деле только начинается. Он у нас идет с 1 февраля, то есть со вчерашнего дня. Хотя мы начали подготовку сразу, как узнали. — Это грантовый вот этот проект имеет цвета? — Да. — А не сам проект «Большое гнездо». — Сама наша организация работает с 2019 года. И все это время мы ведем работу, связанную с помощью диким животным. — Именно животным? — Только зарегистрировано с 2019. — Да, кстати, точно. — Потому что в основном попадаются птички. У меня такое ощущение, что у вас гнездо, и поэтому птицы с птицами и кварнами прощаются. — Это большая часть. — Большая часть. Но не обязательно, да? — Нет. Млекопитающие и даже рептилии у нас тоже бывают. — Как вообще в 2019 году возникла идея этого создания подобного центра? Вы подсмотрели эти идеи в других регионах? Или это совпало с вашими внутренними душевными порывами? Кто вы по образованию, в конце концов? У вас связана жизнь с животными? Профессиональная? — Очень люблю этот вопрос. Все любят задавать, как возникла идея создать центр. Но на самом деле такой идеи не было. — Не было. — Это пришло само в процессе нашей работы с животными. То есть мы сначала начали помогать животным как просто граждане, как волонтеры. — Животным любым или домашним, в первую очередь? — Нет. Мы начали как-то именно с диких птиц. Нет, ну просто вы же понимаете, да, что для городского жителя при упоминании слова «животное» возникает образ, в первую очередь, какой-то собачки, кошечки. — Да, то есть домашнего животного, да? А у вас сразу «во!» Дикие. — Да, но, кстати, хочу сказать, что птицы — это тоже животное с биологической точки зрения. — Ну да, да. — Да, поэтому мы более общее понятие такое используем. А с какого года примерно занимаемся-то? Я что-то... — Ну, с 15-го скорее. — Да, точно. — Ну, то есть 8 лет-то точно, да, уже? — Да, впервые создали тогда сообщество ВКонтакте, вот, ну, чтобы помогать людям, консультировать их по поводу найденных птиц и других животных. И просто поняли, что для того, чтобы развиваться, нужно быть организацией зарегистрированной. — Официально зарегистрированной, да, чтобы официальные были взаимоотношения с государственными органами, в том числе. — И, в том числе, возможность получать те же самые границы. — Конечно, чтобы существовать в правовом поле, рассчитывать на государственную поддержку, рассчитывать. — Да, так, так. А помните, кто первым вашим питомцем стал? Вот уже после регистрации в 19-м году. — А, не знаю. — Ну, хорошо, если сложно, то давайте пораньше. — Все, первым, первым питомцем. — Наша собака, которая у нас сейчас дома живет. — Ага, благополучно, да, живет? — Да, живо-здорово. — А что с ней было? — Ну, он просто бегал по базе бездомных щенок. — Просто бездомных щенок, то есть его не надо было там, условно говоря, лечить, там, выхаживать, просто был бездомный, его взяли себе. — Да. — Ну, это нормально. — Ну, большой пес вырос? — Да, маленький. — Сантиметров, наверное, 80 в холке. — В бончуе. — Метр почти. — Он себя прекрасно чувствует, я думаю. — А вообще, такой интерес, наверное, с моей первой работы начался. Я работала преподавателем в эколого-биологическом центре, потому что первому образованию я эколог. — Ну, отсюда, собственно, и такое теплое отношение к всему живому, что нас окружает. У нас скоро будет небольшая реклама, мы можем сейчас прямо начать, вот уже освещать те моменты, которым вы будете уделять внимание в ближайшее время. И, собственно, президентские деньги, деньги президентского гранта, на что собираетесь смотреться? — Да, сам этот проект. — Это деньги на масштабирование нашего проекта, на создание профессионального центра реабилитации, оснащённого оборудованием, в первую очередь ветеринарным оборудованием для обследования животных, потому что без этого невозможно им качественно помогать. — Также оборудованием для отлова животных, которые пострадали, которым нужна помощь, и также, ну, для создания, скажем так, материально-технической базы, то есть вольеров, каких-то сооружений для хранения кормов, инвентаря, для пребывания волонтёров, в конце концов, потому что люди тоже важны. — Давайте сейчас сделаем небольшую совсем на рекламную паузу. Скоро вернёмся. — Продолжаем наше общение с представителями Центра реабилитации диких животных «Большое гнездо». С нами Гузель Зарипова, руководитель Центра, и Андрей Нохрин, участник проекта, и волонсёр уже начали говорить о тех планах, которые вам поможет реализовать этот президентский грант. Где вы находитесь, мы не спросили, да, непосредственно? — Я вот как раз, да, хотел спросить, потому что я когда смотрю на фотографии вот ваших животных, такое ощущение, что они у вас в квартире живут. — Ну, нет, конечно. — Ну, иногда вот такие какие-то кадры. — Да, вот думаешь так, что ребята, блин, ну, весело же у вас думать, там, тут у вас птичка, тут у вас там зайчик и что-то ещё. То есть какое-то помещение у вас есть, да? — Да, мы находимся на двух площадках. Первое — это арендованное помещение, ну, не в центре, конечно, Кирова, но прямо в Кирове. То есть добраться до него достаточно легко. — Ну, озвучивайте. — А, адрес-то скажите. — А, адрес-то можем сказать? — Бородулина 12. — Бородулина 12, да, ага, представь. — Можно сказать, Центр уже. — Ну, да, тут ЖД вокзал район, собственно, Комсомольская, да, совсем недалеко. — Ну, там уже довольно давно. Там находится стационар, то есть помещение, где животное проходит лечение, где находятся маленькие птенцы. — То есть оперативная помощь, да, оказывается на животное. — Да, да, и также вот сейчас в зимний период те животные, которые не могут жить на улице, ну, потому что кому-то просто требуется тепло. — А вторая площадка — это земельный участок с вольерами, он чуть-чуть подаль находится, ну, грубо говоря, в чистых прудах. — Там находятся вольеры, где живут животные, которые либо уже не могут быть выпущены в природу, либо они проходят какой-то курс реабилитации, разлетываются. Ну, зима — это не так актуально, летом там живут птенцы перед тем, как мы их отпускаем, то есть там они учатся самостоятельной жизни. — Ну, вообще весна, лето — это такое очень рисковое время, да, для пернатых, когда они из гнезд своих там на земле оказываются и так далее. — А какие животные сейчас там есть, вот именно в чистых прудах? Кто там зимует у вас? — В основном совы. — Совы. — Также у нас там сейчас видна собака, врановые птицы у нас много их. — Какие птицы? — Врановые. — Это вороны, галки, саржики. — А, господи. — Да. — Вот это, и там пара этих корфун и конюк. — Ух ты, а они-то как оказались? Это же хищные птицы всё-таки, они... — Совы тоже хищные птицы. — Ну, совы, да. — И ещё какие, между прочим? — Какие, когтик, клюв и так далее, они же могут и постоять за себя, либо они в таком уже состоянии находились, что прямо им трудно было. — Могут и стоять, но, конечно, когда люди их находят, да, то есть люди находят травмированных животных, да, дорогие животных к нам не попадают. — У нас, кстати, прошлая осень, осень 22-го года, достаточно активной была по количеству сов в городе, прямо в соцсетях что-то постоянно люди публиковались, здесь видели совы в дневное время. — Корсун, это ты правильно понял, тот, который охотился неудачно, в нас головой попал? — Нет, это какой-то другой корфун. — Какой-то другой, потому что я участвовал в таких историях. — У нас, по-моему, в прошлом году именно корфунов даже не было, то есть этот корфун, он сидит на линьке, он сидит, ну, раньше, короче говоря, он к нам попал. — Он в возрасте, товарищ? — Да нет, чем на линьке. — Так, с чего вы сейчас будете начинать? Планов-то, да, что называется, громаде. С чего вы сейчас будете начинать все-таки эту работу? Где что-то строить, где расширяться организационные? — Или вы на этих площадках будете все это делать? — Нет, мы будем расширяться. По крайней мере, мы планируем, мы сейчас ведем работу, договариваемся по поводу земельного участка, потому что нам, конечно, нужен большой земельный участок. — Еще один участок. — Да, ну, скажем, не еще один, а просто другой. Вот. И, конечно, хотелось бы и помещение тоже расширить, то есть найти помещение побольше. — Вы рассчитываете на аренду или на что? — Пока сложно сказать, но это мало от нас зависит. — Ну, вот эти объекты, которые вы сейчас озвучили, эти два объекта, это муниципальные, да? — Нет. — Муниципальная земля, нет? — Нет. — Это ваши? — Нет. — По поводу помещения вообще очень сложно сказать, то есть это, ну, оно требует специальных, скажем так, условий. То есть это должно быть не жилое помещение вдали от жилой застройки, и при этом оно должно быть удобно для использования под животных. В плане земли сейчас пока с муниципалитетом, так-то, Кирово-Чепецкого района разговариваем. — А, ну да. — Да, вот, но пока разговариваем. Но надеемся, что все сложится хорошо. — Вот сейчас зимой люди к вам обращаются, несут каких-то пострадавших животных. Есть? — Да. — Вот последний случай хотелось бы, чтобы вы озвучили. — Кого последнего? — Да. — Кто у вас последний? — Помогайте. — Не полярка? — Ну, вот из таких масштабных — полярная сова. А так еще часто приносят мелких прийти. — Подождите, давайте поподробнее про полярную сову. Многие вообще не представляют, как она выглядит, я думаю. — Да, и многие думают, что она живет исключительно за полярной. — Я не смотрел. Для меня наискучнейшая штука показалась. Я и не читал, и не смотрел, признаюсь. — Ну вот обычно первое, что говорят люди, которые видят полярную сову, — о, букля. Потому что это сова Гарри Поттера. Белая полярная сова. — Белая полярная. Она больше, чем наша, да? — Это одна из самых крупных. — Одна из самых крупных сов в нашем регионе. Круг не только филин. Сова полярная — это тоже, ну, род у них один и тот же филин. Вот, но она чуточку поменьше размером. — Ну, они такие традиционные для Кировской области у нас живут, да? — Они у нас живут, преимущественно на севере области, но они редкие. У нас они занесены в Красную книгу. — А как она к вам попала? — Привезли. — Привезли. — Оттуда, да? С севера. — Да. — Ну, то есть она находилась в беспомощном, видимо, каком-то состоянии. Позволила людям себя взять, поймать. — Она на самом деле была критически истощена. То есть там просто была не сова, а кожа до кости. Нормальный вес полярной совы — ну, два с половиной до трех килограмм. Она к нам поступила с весом в тысячу триста, там, с копейками. Это очень мало. И она была, ну, просто не способна даже взлететь, сидеть. — Ну, в общем, всё от этого от истощения, от недостатка пищи, да? — Да, но здоровые животные не могут прийти в состояние истощения. — Как это термин-то? — Мышкование? Мышкование? — Ну, они, да, не ходят. — Они же грызунами, в том числе, да, ходят. — Да. Но здоровое животное не может просто так взять и истощиться. То есть причина-то не в этом. Ну, мы считаем, что она врезалась в линию электропередач, потому что у неё перья плавлены на одном крыле, да. — Получила разряд. — И кажется, что, да, это стала причиной. — А я про мышкование вспомнил, я про эту сову читал. Там в конце вашего сообщения было, что надо им мышков закупать. А замороженная мышка, каждая стоит, по-моему, 50 рублей, да? — Ну, по-разному стоит, но да. — Вот я думаю, что ты про эту полярную сову услышал, да. И там фотка была, она классная. — Да, белая, красивая сова. — Она красивая, да, я вспомнил её, да. — Ну, вы видите, что она приходит потихонечку в себя или тяжело пока? — Ей стало лучше, она набрала вес. Мы провели один курс лечения, сейчас ещё нужно её повторно обследовать. — То есть это медикаменты тоже, препараты какие-то, да? — Конечно. Ну, обследование, тут ещё анализы, анализы, рентген. Вот. И надо, конечно, ей физическую нагрузку. Мы её пока посадили в достаточно большую клетку. — Чтобы мускулатуру развивать, чтобы она могла себе. — Да, но летать она пока всё ещё не может. То есть тут однозначно повторное обследование необходимо, чтобы выяснить, что с ней происходит, как ей дальше помочь. — А про этих вот мороженых мышек, их кто-то промышленным образом производит для корма вот таких птиц? — Да, есть специальные фермы, где разводят мышей. — То есть можно договориться, заказать и доставка будет соответствующая. — Да, но заплатить ещё надо при этом. — Понятно. — Вот в том-то и дело. Так-то бы заказать. — Так, кто ещё у вас на особом контроле сейчас под особым вниманием и заботой находится? — Лебеди? — Лебеди. — Ой, давайте вспомним. — Я уже читал, что они подружились у вас два лебедя. — У нас вообще все на особом контроле. — Первого лебедя из Кельменского района привезли, второго из Белохолуницкого. — Афанасьевского. — Афанасьевского. — Да, Афанасьевского. — Да, Афанасьевского. — Ну, я думаю, что эта история тоже широкое распространение получила в СМИ, в соцсетях. И людей, наблюдавших и продолжающих наблюдать за этими животными тоже очень много. Как они сейчас там себя чувствуют? — Мы, кстати, как раз недавно про них писали пост. — Да, что они подружились, это я запомнил, да? — Да. — Они же мальчики и девочки, по-моему, да? — Ну, один лебедь молодой, поэтому пол определить в принципе невозможно совсем никак, да. — Да, потому что у него... — А сам он не скажет, кто он, собственно, да? — Да. Вот. И, ну, в принципе, в взрослом состоянии лебеди тоже полностью белые, но у самцов бывает более яркий красный клюв, бывает, ну, вырастает такой нарост над клювом, по поведению можно их ещё определять. Ну, и у самцы, как правило, крупнее. Вот. Второй лебедь у нас, предположительно, самочка, то есть это такой достаточно некрупный лебедь, вот, без признаков того, что у него там на носу что-то растёт, поэтому пока мы считаем, что это у нас самочка, и мы зовём её Кама. — Как? — Кама. — Кама. — Ну, по месту. — Да. — Ну, да, да. — Верхнекамский район, там Кама река. — По месту обнаружения. — А первого лебедя мы назвали по месту его обнаружения. — Кельмесь. — Кельмесь. — Зимник. — Кама-кельмесь. — Зимник. — В смысле, что на зимнике, на дороге был он-то, что ли, на зимнике? — Нет, это село так называлось. — А, село так называлось, зимник-дорога, думаешь, что прямо на зимнике взяли, зимнике назвали. — Ну, это очень близко к Кельмезе. — Как они себя сейчас чувствуют? Они передвигаются, пищу принимают нормально, там какие-то лечебные мероприятия с ними проводите или пока? — Нет, мы уже все лечебные мероприятия провели, взяли повторные анализы, на данный момент всё хорошо, они кушают, купаются. В общем-то, чем им ещё заниматься? — Да, нормальные такие лебеди, свой привычный образ жизни. — Опять же, вот, насколько я помню, могу ошибаться, там один из них уже в природу-то не вернётся. — Да, верно. — Они же стайны всё-таки, да? — Ну, там я понял, что просто есть какая-то уже травма, которая... — Нет, они семейные. — Семейные, да. — Не поможет им, нельзя его выпускать в природу, да? — У него изменено крыло, это называется ангельское крыло, то есть у него деформирована кисть. И это такое, ну, нарушение-то, оно изначально у него сразу было, то есть оно врождённое, грубо говоря. — Да, то есть держаться на воздухе, да, подниматься в воздух, у него... — И вот его физиология не позволит ему, да. — То есть ему просто не выжить получилось. — Но он передвигался с помощью крыльев достаточно стремительно. — То есть он бежит, машет крыльями. — А, ну да, да, как они хлопают, это обычно, да. — К людям привыкли? — Нет. — Или не привыкают? — Мы специально не приучаем, и поэтому они не привыкают. Хотя, в принципе, лебеди лояльные к людям. То есть они могут и еду с рук, в принципе, брать, и хорошо относиться к присутствию человека. — Как вам-то видятся перспективы их, собственно, этих лебедей? — Ну, кому, конечно же, хочется выжить. — Кому хочется. А как вообще это происходит? Что, стаю нужно ждать или как? Или просто вот привезли её в природу и отпустили? — Нет, она найдена в одиночку плававшей, поэтому вполне её можно упустить в одиночку. И вообще, рассказы о том, что лебеди строго парами живут, это в некотором роде миф. Да, действительно. — У лебединая верность, да, существует устойчивого рождения. — Они действительно образуют достаточно устойчивую пару, но если что-то случится, если погибает партнёр, теряется, ещё какая-то случается передряга, то второй находит себе другую птицу, другого партнёра и строит с ним тоже годовичное отношение. — Ну, не без исключений, конечно, но в целом, да. — То есть каму, видимо, отпустите? Это так у вас и будет жить? — Либо мы его пристроим, просто чтобы пристроить лебедя, ну, всё-таки нужно постараться. — А куда его можно пристроить? — Вот, его нужно пристраивать на какую-то территорию, где будет водоём, где будет помещение, где зимой можно будет создать плюсовую температуру, ну, и организовать ему купание. — То есть и покупаться, и погреться где-то зайти, да, в общем? — Да, да, потому что всё-таки зимой они не приспособлены у нас жить. — У вас в рамках грантового конкурса, ну, или, наверное, не только, ещё и некая образовательная, обучающая деятельность запланирована. Давайте о ней поговорим, да, просвестительская. — Да, у нас запланировано много информационной и консультационной работы. Но консультации — это любые консультации, то есть люди к нам обращаются, говорят, мы нашли такое-то животное, мы объясняем, что можно сделать. — Как вам можно сразу обратиться? Давайте спросим, чтобы... — Лучше всего, конечно, обратиться ВКонтакте. — Группа ВКонтакте, так, внимание, зафиксировали. Большое гнездо киров. — Да, большое гнездо помощи животного мы называемся. — Ну, интересно. — Просто это связано с тем, что зачастую люди, которые к нам обращаются, они же находят животное, и нам нужно видео или фото этого животного, и проще всего там отправить. — То есть оценить состояние, да, в первую очередь, как-то дистанционно уже? — Да, да, мы оценили, что-то за животное, но знали ему помощь. — Потому что там вот многие люди могут и не знать вот это, что за птицу я поймал. — Да, птенец, соколы говорят про стрижей. — Ну да. — Да, и это принципиально разная позиция. — Но как бы когда люди пытаются накрыть стрижа курятиной, заканчивается это очень плохо. — Стрижи курятину не едят? — Если запихнуть, то едят. — А вот петухи очень едят активно. — Ну, петухи. — Ну, это их особенность. — Это просто у меня жил петух, вот просто в Кирове, здесь дома. Он курятинку очень любил. — Хорошо, в группе ВКонтакте, в первую очередь, да, можно будет выслать фото, видео, да, питомца, который до папы. Так, дальнейшие действия какие вы принимаете? — Оцениваем ситуацию, связываемся с людьми. То есть если это что-то требующее нашей помощи, то мы договариваемся, помогаем. Если нужно только, например, наблюдать, объясняем людям, что пока ничего страшного, наблюдайте, ничего не делайте. Вот, потому что ситуации бывают разные, не всегда животным нужна помощь. Бывает даже, что действительно животное травмированное. Например, сейчас несколько обращений было по поводу уток. Говорят, что вот мы кормим уточек. — Утки, которые активно зимуют у нас в городе, да? — Да, да. — И у одной из уточек, например, травмирована лапка. Но на самом деле такой утке лучше жить в природе, потому что дома ей не обеспечить условия, ну, в которых ей будет комфортно. Все-таки это дикая утка, она боится людей. Ей нужно все время купаться, а дома, ну, как это обеспечить? Вот. У нее специфический достаточный рацион, который, ну, там, много растительной пищи. — И растительные, и всевозможные организмы, которые в воде находятся и так далее. И на самом деле дома сыментировать такое питание, ну, практически невозможно. Потом эта утка будет вас все время бояться. — То есть все равно не дойдет до той степени близости, да, которой бы хотелось бы, возможно, человеку пытаться просыпаться будем вместе. — Вроде бы благая цель, надо поймать уточку, спасти. А дальше-то что? А дома-то ей условия получаются хуже, чем если бы она жила в природе. Вот. Таких животных, конечно, плавливать не нужно. То же самое бывает с воронами. То есть люди говорят, вот у нас во дворе два месяца бегает ворон, у нее сломано крыло. Но она ведь уже два месяца бегает. Ей, в принципе-то, это для нее привычная среда. Если ее подкармливают, то ей вообще прекрасно живется. И забирать ее домой, где она будет сидеть в малюсенькой клетке, в температурном режиме, который ей не подходит, без солнечного света, без сородичей, ну, это не помощь. — Ну, она же подготовилась к зиме, там у нее мелкий пух у нее находится под перьями, то есть она же окрепла как-то немножко подготовилась. Так, еще какие моменты, на которые бы хотелось обратить внимание? Кого вот не надо бы трогать в живой природе? — Конечно же, не нужно трогать слетков. Люди вообще путают понятие птенец и слеток. Птенец — это маленькая птичка, голенькая, слепая, ну, может быть, уже не слепая, с открытыми глазами, но у нее перья еще не доросли, много голых участков или так называемых трубочек по телу. Птенцы толком не ходят, то есть они могут, ну, неуклюже переваливаться или они вообще сидят на одном месте. Вот если такого нашли действительно птенца, ему нужно помогать, его нужно сразу же подбирать, не думать, сразу согревать и, ну, обращаться в профильные организации к нам. — К вам? — Да. — Получается, к вам, да? — Да, в первой к нам, вот. Есть слетки, слетки — это стадия птиц, на которой они уже самостоятельно выходят. — Они делают первые шаги, вернее, первые взмахи, взмахи первые. — Да, то есть они уже переходный такой период в этом возрасте. Они могут только бегать, но они уже уверенно стоят на ногах, а главное, они все время пищат, они просят еду у родителей, потому что родители их по этому писку находят. И вот люди часто на первые, вот в первые, там, один-два-три дня видят этих слетков, когда они еще достаточно беспомощные, но уже вполне самостоятельные, чтобы жить вне гнезда. Вот на этом этапе люди часто слетков подбирают, а делать этого нельзя. — Ну, время года — это у нас примерно... — То есть они... — Мае-юнь. — Это мае-юнь. — То есть, когда они слетка подбирают, он как бы находится в контакте, на самом деле, с родителями своими, да? — А они его если забрали, унесли, то по большому счету разлучили, да? — Конечно. В некоторых случаях еще можно успеть вернуть такого слетка к родителям, если прошло не более суток, если эта колония не мигрировала с места находки. Вот, и если птенца, ну, точнее, слетка они накормили чем-то неподходящим, например, хлебом, колбасой. — Курятиной. — Курятиной, да. Вот этим всем категорически кормить нельзя. — А вот, Гуль, вот вопрос про зайчиков вот у меня такой. Просто вот у нас там в огородах где-то, значит, иногда сидят мелкие зайчики. Вот они сидят себе и сидят маленькие. — Ну, мы имеем в виду территорию дачных участков. — Да-да-да, маленькие зайчики, никуда не бегут, сидят. И мне объяснили, что их тоже не надо трогать, потому что они тут сидят не просто так, а их тут типа зайчиха оставила. Если ты его заберешь, перенесешь, то он останется. Это правда? — Это абсолютная правда. Зайчата рождаются уже в меху, уже с открытыми глазами. Очень похоже на маленького кролика, но на самом деле это новорождённая зайчата. Зайчиха с ними не сидит, потому что ей нужно идти питаться. Кроме того, у них такая стратегия выживания, зайчата прячутся, и благодаря этому они выживают. То есть зайчиха приходит их покормить один-два раза в день, обычно это сумерки вечерние или утренние, а потом она пасётся в отдалении от зайчат, чтобы их не выдавать. И только примерно со второй недели у зайчат начинается активная, двигательная, жизненная позиция. — Очень активная. — Можно себе представить, какую большую скорость развивает. — Забирать, конечно, их категорически нельзя, потому что человек обычный не способен выкормить зайчонка самостоятельно, потому что нет подходящего питания. Подходят только специальные заменители. — Насколько разница между кроликом и зайцем? Они вроде такие очень похожи. — Кардинальная разница. — Кардинальная, да. То есть как кролика зайца нельзя кормить. — Однозначно. Да, в принципе, тут дело даже не в питании у них, а именно в активности. То есть кролики рожают детёнышей в норе, у них рождаются голые, слепые крольчата. И крольчиха именно что с ними сидит. Она максимально долго с ними сидит, греет их, они до месяца её кормятся молоком, и только потом уже выходят из гнезда и начинают есть траву, ветки и так далее. Зайцы начинают траву есть намного раньше, но при этом они всё равно критически зависимы от материнского молока до месяца, до полутора. И они должны много двигаться, они должны много бегать. Если зайца будет мало бегать, у него просто не разовьётся по-хорошему ни сердце, ни вообще в целом сердечно-судистая система. Поэтому если, например, подобрать зайчонка, кормить его самостоятельно, держать в клетке, он просто вырастет слабый, рахитичный и может даже от какого-то интенсивного бега просто даже погибнуть. Да, может быть, разрыв сосудов или что-то такое. Вот и думаете, в чьей семье лучше родиться, в семье кроликов или в семье зайцев? Быть спортивным и поджаром, либо таким аристократом, для которого всё приготовлено? Увольнем. Я просто думаю, что хорошо родиться в своей семье. То есть это к тому, что, да, мне надо брать, я как понял, что брать зайчика и делать из него кролика не получится. Однозначно. К тому же они не приручаются. Они даже выкормленные человеком, с рук, всё равно остаются дикими животными, очень своевольными, своенравными, кусаются. И, в общем-то... Бьют, говорят даже. Да, особенно когда проходит половое созревание, особенно у самцов. Они становятся очень агрессивными. Слушайте, а к животным большего размера, более агрессивным, вы вообще, в принципе, готовы? Вот мы же знаем, что у нас практически ежегодно новости появляются о том, что медвежат где-то нашли, да? Рысь. Рысь. Ну, историю про рысь-то мы помним, да. Большая кошка, агрессивная. Ну, вот, да, медведи. Но все мы знаем, что у нас в Твульской области, да, есть центр, куда вот свозят... Да, и это прекрасно. Потому что с медведями мы в этом плане не работаем. Вы не вправе за это браться, да, и не будете с ними работать. Да, а зачем? Они профессионалы своего дела. Зачем мы будем лезть? Тем более, что налажены контакты с нашими государственными органами власти, контроля, надзора, да, которые отправляют этих медвежат профессионалам, они их выращивают, а потом возвращают к нам на территорию нашей области. Это просто оптимальный вариант, наилучший. Вот, то есть, с такими животными, конечно, пусть лучше работает профильный центр. Лисы, волки пока не встречались в вашей практике? Ну, я имею в виду, там, маленькие детеныши... Все собаки встречались, волки нет. С волками тут немножко сложная ситуация, потому что у нас разрешен свободно отстрел волков, да, то есть тут мероприятия по регулированию численности волка. Там еще за это платят. Да, финансовая поддержка предусмотрена. Ну, если, например, к нам попадет травмированный волк, а выпуски его в природу, я думаю, речи, ну, просто не будет идти. То есть для него нужно будет только подвестивать условия, ну, наподобие условий зоопарка. Угу, угу. Лисы сейчас очень часто заходят в населенные пункты, там, в многие вот туда... В прошлую сенью масса, масса у нас была фотографии в соцсетях и на заправках где-то, да, и небольших населенных пунктов. И, как правило, это совершенно здоровые лисы, которым никакая помощь не нужна. А ветеринары нас пугают частенько. Они говорят, что если пришла к людям, значит, что она не боится людей, значит, что с ней не так. Нельзя это определить вот так внешне. Вот так внешне не определить? Нет, конечно. Бешенство — это серьёзно опасное инфляционное заболевание, поэтому первое, что нужно сделать человеку для того, чтобы не заразиться бешенством от лисы, не подходить к ней, не пытаться её поймать, не пытаться её прогнать, то есть, ну, максимально не идти с ней на контакт. И, в общем-то, что привлекает лис в городе, это наличие еды. Потому что у нас есть, во-первых, наши собственные отходы пищевые, во-вторых, вторично на эти отходы приходят грызуны, и лисы охотятся на грызунов. Это их естественная еда. Три минуты у нас остаётся. Хотелось бы, конечно, ещё больше говорить, но всё-таки в какой поддержке помощной сейчас нуждается большое гнездо? Чем могут неравнодушные жители города помочь вам? Волонтёры. Волонтёры вам нужны. Я чуть было не сказал, принести ещё больше животных. Волонтёры нужны. Чем занимаются волонтёры? Присоединяйтесь к нам, пожалуйста, Андрей. Волонтёрская деятельность в рамках Большого гнезда, в чём она заключается? Я волонтёр специфический. Я занимаюсь в основном техническим обеспечением работы центра. А, ну понял. То есть, конструкции, электрика, розетки, вода и так далее, да? Да, да, да. Там где нужна твёрдая мужская рука, короче. А больше нужны для кормления, для ухода волонтёры, которым небезразличная судьба питомцев центра. График можно согласовать, да, волонтёрский? Конечно, он свободный. Даже при таком небольшом свободном графике найдёте чайку занятия. Да, если человек готов раз в неделю приходить к нам несколько часов, это идеальный вариант. А сейчас с вами много волонтёров работает? Не очень. Ну... У нас штук пять сейчас. Да, где-то так. То есть нужно бы больше, да? Ну, как во многих, наверное, общественных организациях, существует некий костяк, да, людей, которые постоянно с вами, да? Ну и вот, к сожалению, есть те, кто приходит, те, кто уходит. А записаться также можно через социальную сеть, да? Да, лучше всего обращаться в ВКонтакте. Это наша, ну, такая, наиболее развитая площадка, скажем так. Сроки реализации этого грантового конкурса у вас в течение года? Чуть больше. Чуть больше. То есть мы начинаем с февраля этого года, заканчиваем маем следующего года. Для чего это нужно? Первый этап у нас просто идёт подготовительный, потому что нам нужно закупить оборудование. Нам нужно это всё установить, чтобы это всё работало чётко. Нам нужно с волонтёрами отрепетировать, скажем так, некоторые моменты, как мы будем работать, чтобы у нас работа-то происходила слаженно. Разработать алгоритм. Да. И основная работа у нас начинается только с лета и, соответственно, заканчивается последним месяцем весны следующего года. Ну и никто ведь не мешает в дальнейшем участвовать в грантовых конкурсах, конечно. Нет, не просто не мешает, а это предполагается. То есть мы мечтаем о том, что у нас эти обороты не такими останутся. То есть мы выйдем принципиально на новый качественный уровень и будем так работать. с животными для того, чтобы, во-первых, оказывать животным помощь, во-вторых, это же и помощь и людям, потому что люди, которые находят животное дикое, травмированное, они в такой необычной ситуации, им нужна тоже помощь и поддержка для того, чтобы и животным помочь, и для того, чтобы люди не получили ни травм, если это что-то хищное, ни болезни, потому что это же дикие животные. У нас, к сожалению, несколько секунд уже остается, вот уже в конце нашей беседы. Удачи вам желаем, да, безусловно, да? Спасибо. Вашей интересной и непростой, безусловно, работе. Вам удачи, вашим питомцам здоровья и скорейшего ухода в свободный мир. Выпуска на волю. Выпуска на волю, да. Гузель Зарипова и Андрей Нохрин, наши гости. На этом сегодняшняя передача «Дневной разворот» завершается. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо, до свидания.